Новый раввин заходит в Синогогу, начинается молитва. Кадиш. Пол Синогоги садится, вторая половина встает, начинает кричать, нет, надо сидеть во время Кадиша, нет, надо стоять. Сидеть, стоять, сидеть, стоять. Чего-то кидаться, драться. Раввин понимает, что он теряет контроль над своей общиной. Надо что-то предпринять, пока не поздно. И он призывает двух представителей своей общины, говорит, мы пойдем к самому пожилому члену нашей общины, Рабмойше Рабинович, и он, наверное, помнит, какой был наш обычай, сидеть во время Кадиша или стоять. Подходит первый к этому, Рабмойше Дорогой, вы, наверное, помните, как вся наша синагога сидела во время Кадиша. Я извиняюсь, но я такое не помню. Они опять начинают спорить, нет, надо сидеть во время Кадиша, нет, надо стоять, сидеть, стоять, сидеть, стоять. Смотрит, Рабмойше, указывает, вот это я помню, это был наш обычай, спорить. К сожалению большому, этот анекдот, он одновременно очень грустный, так как он взят с нашей реальной жизни. Мы знаем, что большинство наших проблем, наших трагедий, весьского народа, из-за этого анекдот. Из-за этого нелюбви между нами, за споров, неумения прощать, неумения слушаться, умения понимать. Первый храм был разрушен, второй храм был разрушен. И когда много раз человек подходит к синагоге, он говорит, я хочу стать более духовным человеком, я хочу развиваться. Я хочу понять, что такое каббала, что такое иудаизм. Многие люди представляют себе, что духовность это означает отойти от всего, от всего этого мира, пойти на другую голову, пойти в синагогу и молиться весь день. И отказаться от этого мира. Это означает духовность. Но объясняет Тора, что духовность по иудаизму означает совсем что-то иное. Если мы вспомним с вами Моисея, лидера еврейского народа, кто вывел еврейский народ из Египта, первые слова, когда он подходит к фараону, должен сказать ему слова, отпусти мой народ. Вроде Тора, до того, как он подходит к фараону, он должен был подойти к еврейскому народу и объясняет Иерусалимский Талмуд удивительную вещь. Что он им сказал в этот момент, когда он подходит к ним? Он говорит им следующие слова. Он их научил закон еврейского раба. Закон еврейского раба означает следующее. Когда человек своробал у другого человека, или одолжил у него, скажем. У него не было денег возвратить ему обратно, Тора предоставляет ему возможность, чтобы оплатить ему этот долг, или то, что он своробал, стать его рабом на 6 лет, и таким образом отплатить ему этот долг. Сейчас Моисей подходит к еврейскому народу, но это в страшном страдании. Что он им говорит в первые слова? Когда вы станете рабовладельцами, то знаете, вы должны так-то и так-то вести со своими рабами. Это вам звучит логично? Это звучит как жестокая шутка со стороны? Но объясняет Тора следующую вещь. Моисей подходит к еврейскому народу и дает им очень глубокие слова. Он говорит, что я сейчас хочу вас вывезти из Египта, чтобы вам дать великий подарок, который называется как? Свобода. Но для того, чтобы вы не просто так вышли из географической территории А, называется Египет, и можете перейти в другую географическую территорию, которая называется Израиль, называется пустыня. Но вы в душе останетесь рабами, пока вы не научитесь, что делать? Освобождать. Пока вы не научитесь освобождать другого человека. Если вы хотите освободить себя, это может произойти только, когда вы сможете освободить другого человека. Если мы хотим принимать себя такими, как мы есть, это может произойти только, если мы будем принимать другого человека, таким, как он есть. Только тогда, когда мы научимся обращаться с другими людьми, освобождать других людей, тогда мы можем освободить себя. Из этого он в первую очередь, до того, как он говорит, что начинаем духовный процесс освобождения, трансформации от состояния раба в состояние избранного народа. Для того, чтобы вы смогли пройти в эту трансформацию, первая ступень – научитесь освобождать другого человека. И тогда вы сможете освободить себя.